Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев, и наш гость сегодня Владимир Юрьевич Дубовик, руководитель архитектурного бюро Дубовика и руководитель проекта административно-гостиничного комплекса на улице Игарской. Но мы с вами понимаем, о чём идёт речь, потому что общались перед эфиром. Предлагаю нашим телезрителям прямо сейчас послушать короткую информацию об этом проекте. Паруса над Качей. Совсем скоро в Красноярске появится такой необычный гостиничный комплекс. Новый деловой центр города разместится на склоне между улицами Игарская и Качинская. Два зеркальных здания высотой 15 и 18 этажей будут уже издалека привлекать гостей нашего города. А многоуровневая подземная парковка добавит комфорта красноярским автомобилистам. Владимир Юрьевич, проект выглядит как паруса в центре города. Многие обсуждали, когда только появилась информация о том, что строительство будет запланировано, что это такой определённый риск для города, центр города, к нему относятся все очень аккуратно, внимательно и очень беспокоятся. Насколько он впишется в общую архитектуру, по вашим оценкам, как архитектора проекта? Ну, я думаю, что впишется. Но, естественно, судить о том, что получится, будут только красноярцы по уже реализации этого объекта. Потому что, на наш взгляд, мы поступили корректно по отношению к силуэту города, по отношению к Покровской горе и так далее. Поэтому, более того, я, честно говоря, показывал этот объект своим зарубежным друзьям, архитекторам. Ну и, в общем-то, все с определёнными критическими вещами отнеслись очень положительно к этому, к этой идее, к этому проекту. Ну, тем более, это как бы современные формы, которые сейчас модны, и почему не красноярск не должен соответствовать каким-то европейским, американским, каким-то образным вещам? А тем более, стилистика объекта на самом деле была идея, связанная с рекой Качи, и попытка была сделать комплекс в виде ладьи, парусов, каких-то казаков, которые... Ну, тема избитая, но тем не менее, она как бы... Ну да, я на Красноярске. Я на Красноярске, да, совершенно. Ну, скажите, уже известно, что там появятся гостиницы, по крайней мере, в первой очереди. Вообще, сколько очередей? И в первой, и во второй, да. Да, и это будет гостиница. Известно, какая это будет гостиница. А сейчас это как раз прорабатывается ситуация, потому что ведутся переговоры. Именно этот проект отдан австрийской компании, страховой, которая именно и занимается подбором и подписанием контракта с рядом серьезных таких брендов. Первоначально мы работали по технологии Holiday Inn, 4 звезды. Поэтому мы и технологию брали гостиничных номеров, инфраструктуры, именно вот их решения. Но как раз сейчас идет активная работа по устаканиванию конкретного бренда, будем так говорить. Ну, то есть я правильно понимаю, что у гостиницы, у этого здания будет собственник красноярская компания? Да. А, соответственно, зарубежные операторы, что называется, они приносят просто свою технологию, свое имя и правила? Совершенно верно, да. Это уже там второй вопрос нюансов контракта. Мне тяжело об этом говорить, я просто это не совсем знаю. Это больше юридический вопрос менеджмента, но тем не менее это именно так. То есть хозяева будут красноярцы, это уже второй вопрос, как они продадут они его, допустим, той же страховой компанией. Потому что, насколько я понимаю, отели сами не являются собственниками зданий, они работают через крупные страховые компании или специализированные сети. Например, вот, допустим, там, питерская известная сеть «Единая гостиничная система» и там ряд других. Вот они как бы с ними работают и заключают контракты, и те подбирают им непосредственно те бренды, которые готовы идти, готовы предоставлять свои технологии и готовы обозначить их заход сюда, именно в эти здания. И объекты делаются непосредственно уже под их технологией. Первая и вторая очередь, вы сказали, что это как раз гостиничный комплекс. Есть еще третья очередь, что планируется на том этапе? Да, на том этапе здесь мы предусматриваем многоуровневую парковку. Она подземно-наземного вида. Только для гостей? Нет, значит, ну понятно, что гостиничный комплекс не требует порядка 600 парковочных мест, поэтому здесь идет попытка решить еще частично проблемы города, потому что по ПДП города Красноярска эта зона была определена как общественно-деловая, и в частности рядом с ней, именно на этом месте, была нарисована и утверждена парковка. В связи с этим мы тоже предусматриваем и проектируем многоуровневую парковку, то есть в общей сложности в трех очередях именно под крышей будет находиться порядка 600 машиномест. Причем я хочу сказать о следующем, что не будет такой ситуации, когда первая очередь возникла, а парковочные места будут в третьей очереди. Здесь каждый объект, то есть два здания будут иметь свою автономную парковку, то есть в первой очереди будет порядка 60 машиномест, и она будет сдаваться и автономно работать. Во втором здании будет порядка 120 парковочных мест, и она точно так же будет сдаваться и одновременно работать, обслуживать именно, допустим, вторую очередь комплекса. И уже позже, третья очередь возникает с парковкой, когда в общей сложности даст возможность обслуживать порядка 600 машиномест, плюс около 100 машиномест у нас предусмотрено на открытых парковках. То есть в этом плане на улице Качинска не возникнет транспортный коллапс? Нет, мы как раз это и пытаемся решить по-европейски, чтобы человек приехал, заехал на парковку, и уже с парковки попадал или в гостиничный комплекс, или в какие-то инфраструктуры, которые тоже будут созданы вдоль набережной, как коммерческий блок, там, кафе, ресторанчики, какие-то бутики. То есть, ну, вот такой вот план. Леонид Ильич, не могу не спросить, потому что я прям слышу этот вопрос, который сейчас задают наши телезрители, сидя перед телевизором. А куда нам столько гостиниц? Есть ли спрос? Ну, вы обращаетесь не по адресу, потому что я проектировщик, ко мне приходят заказчики, я, когда мне предлагают проект, я могу оценивать только ситуацию впишется, не впишется, и как грамотно это сделать. А вот я думаю, что в принципе, я слышу очень много полемики в прессе о том, что у нас уже начинается происходить переизбыток. Ну, наверное, это должны сказать непосредственно профессионалы, которые занимаются, то есть ательеры, да, и менеджеры. Ну, мне кажется, что, ну, почему нет, то есть Красноярск, одно время в Красноярске была жуткая нехватка гостиниц хорошего класса, то есть у нас, допустим, была там гостиница Октябрьская, по-моему, которую обозначили в три звезды. Три звезды, да. То есть я тоже таким верю и считаю, что, наверное, это выгодно. Хорошо, тогда спрошу по-другому. Все понимают, что основной приток туристов, в том числе в наш Красноярск, будет в 2019 году во время зимней универсиады. И возможно, что потом туристы, болеют в Красноярске, будут нам приезжать. К 2019 году на каком этапе будет находиться реализация проекта? Она будет полностью закончена, потому что планируется именно к 2019 году, я думаю, это даже раньше произойдет, сдать все три очереди. Потому что, ну, а ради чего это все делается? Скажите, когда, опять же, начинался весь проект, основным риском, в том числе для застройщика, являлся тот сквер, который существовал возле места строительства. Когда оградили эту территорию, лично у меня возникал вопрос, неужели вырубать будут? Как я понимаю, не вырубали, просто выкапывали. Что будет с озеленением в этом плане? Да, ну, об этом можно сказать. Сквер, естественно, никто его не вырубает, его пересаживают. Администрация города, насколько я понимаю, выпустила определенное постановление о том, что все деревья, ну, естественно, там, если больные, то их уже нет смысла, но основная масса деревьев, там, насколько я помню, по подсчету, порядка 140 деревьев, они пересаживаются. И они уже на сегодняшний день там видно, что их пересаживают частично вдоль Качи, что я тоже считаю это правильно, потому что именно там нужно создавать рекреационную зону вдоль русла Качи, потому что там комфортнее гулять, нежели чем гулять возле улицы Игарской. И более того, я скажу такую вещь, при реализации всех трех очередей нашего проекта баланс территории озеленения будет больше этого сквера, существующего, на 30%. То есть деревьев станет больше? Да, деревьев станет больше, но более того, как бы, они будут расположены правильно, в нужных местах и будут иметь, ну, как бы, большее количество именно вдоль рекреационной зоны. Вопрос, который волнует в том числе и меня, они будут открыты для красноярцев? Ну, конечно, это общественная зона, а как в гостинице, мы же не закрываем забором гостиницу Красноярскую или там Октябрьскую, или, то есть, поэтому, естественно, это общедоступные зоны, пешеходные, озелененные бульвары и прочие вещи, как бы, поэтому... Хорошо, вы сами сказали по поводу улицы Игарской, как от нее защищать будете клиентов? Клиентов, не знаю. Я шучу. Значит, мы как раз вот этими парусами предусматриваем, то есть, мы считаем, что это определенная шумозащитная зона, экологически защитная зона, потому что стилобатная группа гостиницы, она будет подниматься на уровень Игарской, то есть, как бы, не будет ямы. И плюс ко всему прочему, вот именно эти здания, они отобьются, создадут комфортную среду для рекреации, для озеленения, для бульвара, который будет на нижней террасе. То есть, ну вот, поэтому, я думаю, это правильно. Очевидно, что гостиницы – это состояние еще новых рабочих мест. Да, конечно. В этом плане, сколько человек может работать? Сколько красноярцев смогут найти работу в новом гостиничном комплексе? Ну, я думаю, порядка 250-300 человек получат в будущем рабочие места именно в этом комплексе. Поэтому, да, я согласен, что это создание дополнительно рабочих мест. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, отвечали на наши вопросы. В прямом эфире программы «После новостей» сегодня был Владимир Юрьевич Дубовик, руководитель архитектурного бюро и автор нового проекта гостиничного комплекса. Осталось только дождаться, когда весь этот проект будет реализован, а времени осталось не так много. На сегодня все. Увидимся завтра.